В настоящее время все больше происходит экстренных ситуаций, когда человек находится на грани жизни и смерти. В связи с чем зачастую ему может понадобиться переливание крови. В такие моменты и приходят на помощь специальные станции, где сдают кровь доноры. В городе Москва много пунктов по забору крови, которые сотрудничают с городскими больницами и различными фондами. В таких центрах доноров регистрируют, заносят в компьютерную базу, проверяют, не стоит ли он на учете в диспансере и сдавал ли кровь ранее. Можно сдать как цельную кровь, так и плазму и тромбоциты. Сейчас кровь сразу же делят на плазму и эритроциты. Эритроциты в течение 42 дней отдают с медицинские учреждения, а плазма стоит за карантине полгода и только потом может использоваться, что необходимо, чтобы стать донором в Москве. Чтобы стать донором крови в городе Москва, узнайте, где поблизости к вашему месторасположению имеется пункт забора. Туда можно позвонить, чтобы уточнить все детали. Как подготовиться к сдаче, сколько за это можно получить денег, где находится станция, а стать донором почетно. Еще и льготы можно заработать после прохождения регистрации, донору выдается. Карточка с его личными данными, пройдя врачей из дачи анализов, присвоит индивидуальный номер, который будет числиться в базе, затем, если все в порядке, вам дадут сладкого чая и отправят на забор крови. Сейчас сдача крови гораздо проще, нежели раньше. Благодаря современной аппаратуре аппарат сам отделяет тромбоциты от плазмы, занимает это 30-40 минут. Пациент в этот момент может отдыхать и не напрягаться. Чтобы сданная плазма не была утилизирована, донор должен явиться через полгода для повторной сдачи, кто может быть донором. КПОФИО компоненты могид кдавать граждане Российской Федерации или безгражданство и иностранцы, проживающие более года на территории нашего государства, на законных основаниях пожелавшие кдылать это добровольно дееспособные. Граждане здоровые и прошедшие медицинское обследование. Кто не может ктать донопом к ПОВИ? Химогид ктать донопами лица и моющие кладеющие заболевания, инфекционные випикные попозитапно-хронические болезни основных органов, пачек сепса, пищевопония и дексания, сепьезные кожные и глазных болезней наркоманы, алкоголики. ВИЧ-инфицированные также не допускаются к сдаче крови те, у Айково и Долен какой-либо Абган или к Делана ППК от Катканей. Беременные женщины и в течение года поклоподов, и также в Афпеме Мэнгтпяца и в течение пяти дней покла их с окончания, не допускаются к донорству. Придется повременить с забором крови тем, кто недавно перенес острые вирусные инфекции, удалил зуб, ездил за границу, делал прививки или татуировки. Мужчины могут быть донорами не чаще, чем пять раз в год, а женщины четыре, как подготовиться к сдаче. В ППК дачейное посадимо соблюдать ряд указаний. За трое суток не принимать лекарственные препараты, разжижающие кровь за 48 чаков, не подправлять алкоголь вечером накануне не к жипенау, жипнау, октау, колынау, молочные продукты. Не кипить за чак до кдачи ха каждого донопа, заполняет кианкета си окновными квадениями о коктаянии с доповья. ППСБ нежно иметь пакпопт. По оклозаполнению анкеты вас осмотрит терапевт и возьмут общий анализ крови. Сколько платят за забор крови? Некоторые граждане сдают кровь не на благотворительных условиях, а с целью людям помочь и себе денег заработать. Департамент здравоохранения установил от 2013 года. И на последующие годы следующие расценки на кровь. 800 рублей за порцию крови в 450 мл в случаях отсутствия какого-либо антигена эритроцитов, либо редкого фенотипа крови. Если кровь сдается с помощью афереза, то за одну порцию плазмы, которая составляет 600 мл, донору готовы будут заплатить 1500 рублей, за сдачу эритроцитов 2500 рублей, а за тромбоциты сумма составляет 3500 рублей. Обратите внимание, что 30 мл крови, которые возьмутся с вас на пробу, прежде чем допустить к донорству, оплачиваться и считаться не будут. Если вы сдаете кровь за деньги, то сколько вам уплатят, реально знать заранее, а на бесплатное питание можете не рассчитывать. Или вы получаете финансовое вознаграждение, либо бесплатно питаетесь. Льготы и выплаты почетным донорам. Лечение в медицинских учреждениях, без очереди либо вне ее, подоктавление ежегодного оплачиваемого от ПИКа, в любого удобного в ПЭМе ПЭПУЧИПЭДНОУПИОПОТОНИЕ ЛЬГОТНЫХ СКОНОТОПНЫХ ИПАПНЫХ СПИТЭЛОК, ЕЖЕГОДНОЕ ДНЕЖНОЕ ВЫПЛАТА. ХА-2017 год, ПАЗМАП ДЕНЕЖНОЕ ВЫПЛАТЫ составил 12373 пиблек помы этого, МЭКНОЕ ВЛАКТИМАГИД подоктавлять дополнительные льготы. Хэппи МЭП в МОКВА ПЛАГЭТКИ ДОПЛАНИТЕЛЬНО, КИТКО 50% НА ОПЛАТИ КАМЕНАЛЬНЫХ СПЛАТЭЖИ, КИТКО ДО 50% ПИПОКИПКО ИЛОКАПК В ППЦЕПТЕ, БЭКПЛАТНЫЙ ПАУСТ ВОБЩЕКТОНУМ ТПУНК ПАПТЭ, БЭКПЛАТНО УЗГОТОВЛЕННИЕ ЗИБНЫХ СПОТОЗОВ И ЭКСПЕМЕНТ. За исключением к теймоктит пагоценок с металлов лицам, сдающим кровь или плазму, в день прохождения обследования и забора крови положено сохранение средней заработной платы и дополнительный день отдыха после ее сдачи. Этот день работник может использовать сразу, либо оставить к отпуску. Льготные дни не переносятся и должны быть израсходованы в том же году, в котором происходила процедура, выйти в тот же день на работу можно, по согласованию с начальством и в случае невредного производства, день ему все равно обязаны компенсировать. Если это было во время официального отпуска, то к нему добавляется день. Работник не обязан предупреждать работодателя в письменной форме о том, что он будет отсутствовать на работе по причине забора крови и прохождения комиссии. Но в бухгалтерию все равно необходимо предоставить справки, подтверждающие отсутствие на рабочем месте, одну дадут по факту сдачи, вторую за прохождение обследования. Если сотрудник все же решит отправиться на работу, то ему необходимо письменно уведомить об этом, поскольку если он будет отсутствовать этот день, ему рассчитают по средней заработной плате, а если выйдет, то согласно его тарифной ставке. Чтобы взять положенный выходной, необходимо также уведомить о своем решении, для чего отдел кадров издаст приказ. Как полечить звони и почетный даноп? Для полечения эдактовы пения и накпидного знака почетного данопа, НЭПХ садимок давать к ПОФИ о компоненты безвозмезда. Для того, чтобы полечить звони и почетный даноп МОФИ нижно, гдать к ПОФИ или и компоненты, немени 20 паз гдать плазмы к ПОФИ, немени 30 паз для подображения экоспанении эктатика почетного данопа МОФИ, НЭПХ садимок давать к ПОФИ, 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 НЭПХ садимок давать этих сдвигспоцедип немене 40 преимущества. Вправе быть кровь отдающим. Донор – это своего рода профессия. Низкий поклон тем людям, кто действительно делает это не за деньги и льготы, а безвозмездно, спасая при этом тысячи жизней, когда кому-то срочно требуется помощь. Самым большим преимуществом является то, что ты имеешь возможность помочь тем, кто в этом нуждается, сделать это не за награду, а просто по зову человеческого сердца и совести. Но осуждать тех, кто на этом зарабатывает, тоже не будем, ведь все равно так или иначе они приносят пользу в таком же объеме, но еще и тем самым поправляют свое материальное состояние. Сдавать кровь даже полезно, поскольку при постоянном заборе она обновляется, но для этого тоже требуются определенные условия, нормальное питание, здоровый образ жизни, отсутствие тяжелых заболеваний. Ну а для тех, кто делает это не бесплатно, еще и регионально предусмотрены дополнительные льготы, в принципе, неплохие. Ответы на часто задаваемые вопросы. 1. Вопрос. Работаю в частной организации, хочу стать донором, что для этого нужно? Ответ. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр по сбору крови, соблюсти все требования перед сдачей, быть здоровым, взять паспорт, заполнить. Анкету. Отсутствие на работе вам в любом случае должны оплатить и предоставить выходной день-два. Вопрос. На какие льготы можно рассчитывать, получив звание почетного донора? Ответ. Ну, во-первых, вам положено медицинское лечение, бесплатное и вне. Очереди. Во-вторых, санаторий по льготной цене. В-третьих, ежегодный отпуск, а также выплаты раз в год. Видео-советы. Что делать, если вы хотите стать донором крови? В видео раскрывается информация о том, что нужно знать о сдаче крови и какие социальные гарантии положены почетным донорам, а также тем, кто сдает кровь впервые. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!